Привет, с вами Булавцев Михаил и сейчас я хочу вам показать, как мы можем создать коллаж из фотографий, которые вы скачали на свой телефон или сделали их сами, сфотографировали. Коллажи мы делаем для того, чтобы выставить определенную информацию более обширную в социальных сетях или просто для личного фотоальбома. Для создания коллажа нам потребуется программа, я пользуюсь программой NoCrop, вот сверху слева вы видите данную программу, перечеркнутый значок фотоаппарата на зеленом фоне. На примере этой программы мы сейчас с вами создадим наш коллаж. Итак, открываем данную программу. Если у вас нет данной программы, вы просто-напросто ее скачиваете с Play Market или App Store в зависимости от вашего устройства. Итак, загружается данная программа. Сразу скажу, здесь будет появляться реклама. В бесплатной версии, вот, например, как сейчас предлагают нам какие-то билеты на неделю моды. Данная реклама кого-то может раздражать, но, честно, меня абсолютно никак не раздражает. Если вас раздражает, то за определенную плату вы покупаете полный функционал программы и, конечно же, отсутствие рекламы. Итак, нам интересна кнопка коллаж. Нажимаем на кнопку коллаж и выбираем коллаж, который мы хотим использовать, который мы хотим создать. Например, мы сейчас с вами создадим вот такой вот коллаж из четырех фотографий. Теперь нам необходимо выбрать альбом и фотографии, которые мы будем использовать уже. Допустим, выберем основной фотоальбом и из основного фотоальбома выберем фотографии, ну, допустим, где мы слили и фотографировались на фоне осеннего желтого дерева. Напоминаю, у нас четыре из четырех фотографий стоит наш коллаж, поэтому выбираем четыре фотографии, которые мы будем использовать. Вот они снизу у нас все появились. Если вы передумали, то можем нажать крестик и просто-напросто ее удалить и добавить новую. Как только вы утвердили свой список фотографий, вам все нравится, нажимаем кнопку галочки и переходим галочку и переходим уже на следующий шаг, где мы с вами будем расставлять наши фотографии, увеличивать, уменьшать и применять всевозможные фильтры. Итак, по порядку. Сначала мы расставим наши фотографии. Можно, конечно же, воспользоваться центровкой автоматически и здесь уже просто подвинуть фотографии. Данная центровка у нас, данная кнопка находится вот снизу. Нижний ряд нам будет интересен кнопок. И слева направо мы будем сейчас каждую обсуждать, за что она ответственна. Левую мы уже с вами только что попробовали, она нам отцентровала все фотографии, быстренько, автоматически все подогнала. Следующая фотография, следующая кнопка у нас фильтры. Фильтры, как и в Инстаграме, мы можем выбрать любые и применяются они сразу ко всем фотографиям. По аналогии, да, как с Инстаграмом, мы здесь можем выбрать огромное количество фильтров. Остановимся на оригинальных снимках и двигаемся дальше. Что мы можем еще сделать? Следующая кнопка у нас как раз заливка и оформление линии, которые у нас находятся между фотографиями, то есть фона. Вот у нас сейчас он белый, я специально увеличу данный фон, чтобы его было видно, что у нас с ним происходит. Итак, мы можем выбрать какой-то конкретный цвет фона, просто однотонный фон сделать. Мы можем сделать фон из нашей фотографии, то есть на заднем фоне вы видите, что просвечивается фотография. Также можем ее сделать размытой или более четкой, здесь уже на свое усмотрение. Можем сделать, опять же, фон из нашей фотографии более такой пикселизованный, то есть из пикселей будет состоять данная фотография. Тоже размер пикселей вы указываете сами. Ну а и далее у нас идут всевозможные картинки, абстракции, как будет заполняться наш фон. Здесь уже можно добавить всевозможные облачка, сердечки, но не рекомендую увлекаться такими абстракциями и таким фоном при составлении бизнес-коллажей. То есть информация, которую вы хотите донести до большого круга ваших подписчиков, ваших друзей, людей, коллег, родственников и так далее. Мы можем также добавить сюда смайлики всевозможные, как стандартные, так и скачать. Допустим, вот нажав кнопку снизу справа скачать и выбираем здесь уже бесплатно дополнительные всевозможные смайлики. Тоже посмотрите лично, понравившиеся установите к себе на телефон. Предпоследняя кнопка у нас, как видите, закругляет края наших фотографий, делает их более фигурными. Нижняя фотография у нас увеличивает или уменьшает, точнее нижняя кнопка увеличивает или уменьшает наши фотографии. Ну и заключительная кнопка – это добавление текста на ваш коллаж. Допустим, напишем «Привет, осень». Нажимаем галочку, то есть нам интересна такая надпись. И здесь мы можем ее устанавливать, в какое место, каким размером, наклон, поворот. То есть здесь мы можем также все это изменить. Располагаем нашу надпись. И сейчас мы видим, что, грубо говоря, наш коллаж готов, что мы его можем уже опубликовать. И для этого мы сверху нажимаем на кнопку «Три точки, соединенные линиями». Вот такой вот «Опубликовать». Нажимаем и выбираем, что мы здесь хотим сделать с нашей фотографией. Опять не обращаем внимания на всевозможную рекламу. Видим, сверху кнопки у нас есть «Скачать», «Инстаграм», «Фейсбук» и другие социальные сети. То есть если вы просто-напросто хотите сохранить данную фотографию, то нажимаете кнопку «Скачать». Если вы хотите сразу опубликовать данную фотографию в социальных сетях, то уже нажимаете кнопку «Необходимые вам в социальной сети». И данная фотография уже будет перенаправлена в ту социальную сеть. Останется только дописать описание, ставить хэштеги, указать людей, если это необходимо. И просто-напросто опубликовать фотографию. Сейчас мы с вами ее сохраним, нажав на кнопку «Сохранить». Смотрим. Сейчас появится надпись, что наша фотография сохранена в галерее. Все отлично. И теперь давайте вернемся в галерею. Посмотрим, где же эта фотография у нас сохранилась. Открываем галерею. Видим новую папку у нас «NoCrop», то есть ту папку нашей программы. И смотрим, открываем наш калаш, смотрим нашу фотографию, которую мы только что с вами создали. И здесь вы можете ее уже опять же опубликовать где угодно, сохранить, отправить друзьям, просто наслаждаться данной фотографией у себя на телефоне. Спасибо большое за то, что посмотрели данное видео. Надеюсь, оно вам будет очень полезно при создании коллажей, при брендировании себя и просто для просмотра удобного, интересного просмотра своих фотографий. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и смотрите еще больше интересных видео. С вами был Булавцик Михаил. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok